Мы на месте. Мы приветствуем Илзы. Интересуемся, готова ли она проверки, доверить ли она нам в свое биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что мешает. Мешает у нее, как цилиндр такой, от ног вверх идет. Хорошо, сканер, просканируй сейчас. Илзы отключает этот цилиндр вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, выведя его из биополя. Как это выходит, отправляя силой моего намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. В общем, у меня над головой подключка, она к этому цилиндру подсоединена, она вышла. Хорошо, все вышло, отправляю в клетку-тюрьму. Больше не мешает ничего? Нет. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой, Илзы под ногами, 360 градусов вокруг нее. Всем тонких тел Илзы, находит все. Выстраивает цилиндр прямой канал к ответственным притягивая в клетку-тюрьму. Рептилоиды, два ГРЭ. Еще все. Какой репт? 123. Ты военный или ты лаборант? Военный. Какая цель вашей подключки с ГРЭМ и этого цилиндра в ее биополе? Сбор энергии, отток энергии. Сколько процентов энергии вы забирали у нее? Немного, от 10 до 20 процентов энергии накапливались, потом переносились, передавались в отдельный резервуар. Вы только энергии или частички души и биоматериал тоже воровали? Нет. Частички души и биоматериал защищены, энергии неуправляемые. Ну, я тебе скажу, что объясни об этом ящеру или гуманоиду. Они тебе много могут рассказать об этом. Хорошо. Сколько вы находились с ГРЭМ и в этом биополе с этим цилиндром? 7 месяцев. Почти 8. Даю команду тонкой копии ИЛЗы спроекцировать все энергетические и сферические каналы к рептилоиду ГРЭМ и этому цилиндру. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чешеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чешеродная по отношению к ИЛЗе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. У нее тревога идет к этому цилиндру. Значит, тогда ИЛЗа знает причину тревоги. Насчет слабости, откачки энергии уже было все сказано. ГРЭМ. Вы что, не видели защиты в ее биополе? Она не защищается, она не выставляет меркабу, она не сбрасывает энергии негативные, не наполняется энергиями. В чем причина вашей подклички? Почему вы так легко... Наполняется. Ну. И мы наполняемся. Через нее, да, этими энергиями. Как она могла избежать... Резервуар пополняем. Хорошо. Как она могла избежать этой подключки? Вот так поставлю вопрос. Что ей нужно было сделать, чтобы... Силы намерения. Мы ее не боимся. Вы ее не боитесь. Хорошо. Объясняю тогда ИЛЗы. В сущности вас не боятся. Значит, вы что-то где-то не дорабатываете. А нас боитесь... В ней нет внутренней силы. А нас боитесь, Веры? Вы же такие дружелюбные. Или нас тоже не боитесь? Вы, дорогие, вы нас видите. И обороняетесь от нас. Она делает общие команды. Понятно. Идем окончание реверса. У нее мягкость в груди, а не сила. ИЛЗы. Есть большая разница между мягкостью, решительностью, внутренней силой и железным намерением. Обратите внимание на смысл этих слов. Они все разные. Реверс окончился. Постанали фильтры с золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса ИЛЗы забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает ИЛЗы себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Все, что на ее чистоте находится мощным потоком, пошло назад. Усилий потоки в 50 раз. На ней идут энергии по чакрам. Ну, на ней сказали, забирали все по чакрам. Цилиндры. Здесь-то как батарейку, использовали ее для своих целей. Надеюсь, куратор здесь пару слов добавит, потом ей, как избегать таких подключек. Готово. Хорошо, мы закончили. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Грей, посмотрите, что-то осталось на вашей чистоте, на чистоте рептилоида, что я еще не отключил. Да, осталось. Где она находится? Ну, идет от шеи по темечку. Я так увидел на затылке. Давайте сделаем так. Выходите тогда, скенер просканирует эту подключку. Она пульсирует, ты ее теперь знаешь. Выводите в следующий раз. Отключаетесь полностью, забираете ее, выводите из биополя. Готово. Возвращаетесь назад, даю команду на рассинхронизацию. Илзы с рептилоидом, греями и их подключками. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Увеличаем внутренний белосвет Илзы. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкооперационное чужеродное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Небольшой шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая, но ей идет объяснение, что на затылке запчасти, как подключку, вытащили грей. И сам весь цилиндр наработал, действительно, она была как батарейка, и она как молния от нее такие отходили. И это было причиной поломки технических каких-то приборов рядом с ней. Недоработка. Совпадение этих импульсов. Хорошо, это мы поняли. Чинить их аппаратуру мы не собираемся. Итак, проверку они прошли, Вера? Чисто, да. Подхожу, помогая моей энергии, и лзи отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар, отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Приветствуйте, Али. У меня здесь рептилоид 123-й военный. Два Грея, 8 месяцев находились в биополе, установили цилиндр, банально воровали энергию по чакрам. Перенимаем. Передаем. Видите, Грея, как с вами аккуратно. Конструкцию мы тоже забираем. Хорошо, благодарю тебя. Из рук в руки передаем. Готово. Поехали дальше. Давай заправим Илзи энергиями, посмотри, сколько ей нужно энергии, и какая частота и вибрации. 385, 26. На счет 3 макушку головы Илзи начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 385% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока высиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергиями, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Илзи, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Отлично. Легко и уютно. Сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Илзи. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Илзи. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую вас в этом прекрасном месте. Вы можете называть меня Арк. Арк. Приветствуем вас, уважаемый Арк. Вы куратор или учитель? Я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. Она написала 10 вопросов, которые она хотела бы задать вам, своему куратору. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? Непременно. Я сделаю все возможное. Благодарю вас. С вашего разрешения, начиная с первого вопроса. Со вступления. Я благодарна за возможность встретиться со своим куратором, познакомиться с ним и, уважая его добрую волю, ответить на эти вопросы. Шлю куратору благодарность и любовь. Первый вопрос. Откуда пришла моя душа? Благодарю вас за этот прекрасный вопрос. Твоя душа ангельская пришла с 10-го ангельского уровня. Мы приветствуем в нашей комнате диагностики представителя ангельского мира. Мы очень рады вам. С вашего разрешения я перехожу ко второму вопросу. Второй вопрос. Каковы мои душевные таланты, которыми я сейчас не пользуюсь? Душа имеет много граней. Твои душевные таланты открываются в тот момент, когда они необходимы. Когда ты исследуешь что-то новое. Когда ты изучаешь приятные тебе вещи. Тогда грани твоей души начинают светиться и показывают тебе движение вперед. Ведь с новым знанием тебе открываются новые дороги, пути, общения, знакомства. Именно в этом есть грани души и таланты. Они приходят в момент, когда ты начинаешь открывать их, изучать. Пока ты не интересуешься, они закрыты и спят. Ожидая, когда у тебя будет время, возможности и интерес открывать свои внутренние силы и идти на встречу новым испытаниям и знаниям. Благодарю. Какой замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемый Арк. Я перехожу к третьему вопросу. Каковы мои кармические задачи в отношении моей семьи? В скобках стоят дети и муж. Задача твоей души — иметь терпение к окружающим. У тебя достаточно сил и душевного равновесия, духовной силы и уверенности, чтобы вести души. И как более осознанная душа терпеть неправильный путь или мелочи, которые делают вокруг тебя более неразвитые души. Не могу подобрать правильное слово и назвать душу неразвитой. Но каждая душа пришла, чтобы воплотить что-то свое, пройти определенный опыт. И в этом ты должна помочь, проявляя свое терпение и благородство. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Арк. Я перехожу к четвертому вопросу. В семье у нас возникает энергетическая пробка в финансовом потоке денег. Это большой вклад как на энергетическом плане, так и на физическом, так и на эмоциональном плане. С чем это связано, что эта энергия не материализуется в финансах? Иногда нужно пройти какой-то определенный урок и сохранить в этом гармонию, не допускать эмоционального дисбаланса. Может в этом именно и есть смысл удержать гармонию в трудные времена. И потом за этим следует плодотворное насыщение, подарок за то, что душа выдержала эту дисгармонию. Задумайся об этом. Я могу шире описать это, но по-моему я сказал самое главное. Каждая ситуация или отрезок жизни дается для чего-то. Ты сама ответила на свой вопрос, учитывая все сферы, как физическую, так и эмоциональную. Выдержи эту гармонию, не срываясь на эмоции. И тогда твоя душа получит более важный опыт, проходя определенную жизнь или ее отрезок вне финансового благополучия, но при этом удерживая теплый, душевный, внутренний баланс в семье. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Арк. Пятый вопрос. Я чувствую истощение энергии, особенно когда дело касается моих собственных детей и той энергии, которую я в них вкладываю. Чему меня учат мои дети, чего я не понимаю? Каждый раз, когда я остаюсь с ними, мой энергетический уровень становится все более низким. Научи защищать свой энергетический уровень. Пока ты не приимешь их проблемы и детские шалости, выходки, взросления и переходные моменты, ты останешься гармоничной внутри себя. Как только ты принимаешь это, это начинает забирать твою энергию внутри тебя. Я скажу больше по этому поводу. Для этого у тебя и есть терпение. Терпение, которое имеет твоя душа. Внутренняя сила, которая должна быть непоколебима в разных эмоциональных ситуациях. Принимая какие-то определенные меры, которые не нравятся самой тебе. Или поднимая голос, принимая неправильные действия со стороны, ты делаешь себя слабой. Благодарю. И я благодарю вас за этот замечательный ответ. Шестой вопрос. У меня старшая дочь, ей 13 лет от первого брака. С бывшим мужем я развелась 10 лет назад. Чему я должна научиться из моего общения с дочерью? Это очень интересный ответ. Я опять вернусь к этому слову терпения. Но здесь ты должна показывать своим личным примером. Если ты будешь срываться, если ты будешь запрещать, первое, ты будешь терять энергию, а второе, ты не оставишь хороший след и впечатление о себе. Душа повзрослеет, оглянется назад и поймет, что была неправа. Если ты будешь терпелива и если ты будешь двигаться в своем правильном направлении, показывая своим личным примером изменения в твоей жизни. Только личный пример может дать плоды. Ни слова, ни запреты, а личный пример, красивый разговор, душевный союз. Благодарю. Так и хочется сказать слово «мудрость». Вот оно на языке крутится. Благодарю вас, уважаемый Арк. Я перехожу с вашего разрешения к седьмому вопросу. В сотрудничестве с одной конкретной девочкой, ей 15 лет, которой я даю уроки, я гораздо сильнее чувствую тонкий план, вижу ауру, вижу энергию, может быть даже вижу астрал. Это касается не всех детей. Как развивать эту чувствительность на более глубоком уровне? Я отвечу на этот вопрос, но сейчас я хотела бы добавить про мудрость. Мудрая душа не будет задавать твои такие вопросы. Мудрая душа уже это знает. Мудрая душа сильно внутри. Я бы назвал это осознанность. Есть определенный уровень осознанности у каждой души. В этом случае ты, как осознанная душа, должна идти своим путем, показывая своим примером. Именно это я имел в виду. Замечательное дополнение. Я благодарю вас, уважаемый Арк. К сожалению, мы забываем очень быстро, что мы сами на Земле были когда-то детьми. Сами совершали некоторые поступки, которых не хочется даже вспоминать. Но, тем не менее, развитая душа, осознанная душа, она такие нюансы как-то сглаживает и понимает, и не забывает, скажем так. Я думаю, вы об этом хотели сказать. Здесь нужен был, безусловно, опыт души. Осознанная душа имеет терпение и ждет, показывая своим примером и красивым разговором. Осознанная душа не делает резких движений и запретов. Она дает развиться менее осознанной душе или же младшему человеку. Благодарю. А теперь, с вашего разрешения, я перейду к ответу на заданный вопрос по поводу эмоционального развития. Именно так я понял этот вопрос. Давайте я повторю этот вопрос, если вы хотите. Седьмой вопрос. В сотрудничестве с одной конкретной девочкой, 15 лет, которой я даю уроки, я гораздо сильнее чувствую тонкий план. Вижу ауру, вижу энергию, может быть, даже вижу астрал. Это касается не всех детей. Как развивать эту чувствительность на более глубоком уровне? Я отвечу про эмоциональную составляющую и чувствительность. Чувствительность или эмпатия. Не всегда хорошо. Не всегда хорошо принимать чужую боль и чувствовать ее, допускать до себя. В сотрудничестве, где тебе открываются новые горизонты, работают две души, не только твоя. Это и есть сотрудничество душ. Я бы не назвал это соединением, но человек, с которым ты видишь больше, дает тебе это право, открывая это своей душой. Здесь есть доверие и осознанность души. Здесь работают два человека, не только ты. Душа идет навстречу и открывается. Твоей душе становится легче. Идет связь душ. Соответственно, энергия объединяется и открываются более широкие возможности. То, что ты видишь и чувствуешь. Поэтому здесь не вопрос только твоей души. Здесь вопрос душ, с которыми ты работаешь. Насколько они готовы, насколько они развиты, и насколько они понимают, что делают до конца, доверяясь тебе. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Арк. Восьмой вопрос. Какой жизненный опыт я, как душа, приобрела в этой жизни? И что из этого действует до сих пор? Так как я выросла в неблагоприятных семейных условиях в детстве. Алкоголь и зависимости, психология жертвы со стороны родителей. Что ты приобрела? Ты приобрела колоссальный опыт, на основании которого ты можешь объяснять и помогать другим душам. Пережить какой-то опыт без потерь, без эмоциональных всплесков. Терпение — это то, что ты приобрела понимание и осознание. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Какое мое самое ценное и полезное воплощение? Чем или кем я была? И что могу взять и использовать от этого в этой жизни? Я хочу заметить, что я куратор на эту жизнь или на это воплощение души. Я не буду спускаться в твои предыдущие воплощения. Я лишь скажу, что сам факт, что мы сегодня встречаемся, и я отвечаю на эти вопросы, привели тебя к определенному знанию и развитию души. Не каждый человек или не каждая душа задумывается о таких встречах. Но раз мы здесь, значит, твоя душа проделала очень интересный путь развития, именно духовного развития. А как я уже сказала выше, грани души будут открываться в тот момент, когда ты будешь интересоваться ими. Рисование, музыка, любое другое искусство будет открываться, и ты будешь чувствовать, что где-то ты уже применяла этот опыт. И он тебе интересен и легок в изучении. Благодарю. Если я не ошибаюсь, это называется генетическая память. На Земле она происходит таким образом. Мы что-то умеем очень хорошо делать, каждый из нас. Но не знаем почему. А ну, а эти навыки присутствуют. Вот это и есть, так это и работает. Но осознанно использовать, если я в прошлом жизни был, скажем, кем-то очень высоким, и вот я хочу в этой жизни это знание применить, это, я думаю, так не работает. Поправьте меня, пожалуйста, уважаемый куратор ARC. Может, я ошибаюсь. Я не пойму, что значит был кем-то высоким. Ну, скажем так, царем у нас встречались клиенты, которые занимали какие-то очень высокие должности во времена Византии и так далее у нас встречались. Это не значит, что его душа была осознана и развита. Это может быть самое плохое его воплощение. Вот это очень интересно. Вот это очень интересно. Благодарю вас за то, что вы внесли здесь ясность. С вашего разрешения, если мы здесь закончили, я перехожу к последнему десятому вопросу. Я хочу добавить. Пожалуйста. Я хочу сказать, что любой бездомный человек может иметь более широкую и развитую душу и быть более осознанным, чем, как ты сказал, царь или правитель. В большинстве случаев так и случается, потому что только познав эти трудности, душа раскрывается. И вы об этом неоднократно сегодня говорили в нашей встрече, о прохождении этого опыта, и какой бы он ни был, он сделал нас такими, какими мы сейчас есть. Благодарю за это дополнение. Продолжай, пожалуйста. Последний, десятый вопрос. Что еще важного я должна знать, что я не подумала спросить вас? Что еще важного я должна понять, что не додумалась спросить? Я думаю, что самое важное, что нужно понимать, как работают ангельские энергии, твои родные энергии, из которых состоит твой внутренний стержень, твоя уверенность, твоя внутренняя энергия, которую ты даришь и несешь вокруг себя. Также нужно не забывать, что у тебя есть крылья, которые нужно заполнять энергией, которые охраняют тебя, защищают и имеют определенные свойства, которые тебе нужно самой изучить и почувствовать эту легкость и парение. Не допускай до себя чей-то негатив, чей бы он ни был, пока ты не впустила его в свое сердце и в твое душ, он не твой. А теперь перейдем к ангельским энергиям. Я бы хотел активировать твой внутренний ангельский стержень, который наполнен чистой, белой, невинной энергией, силы, доброты, терпения и радости. Ангел всегда несет свои чистые энергии на землю. Это первое, что делает ангельская душа. Оставайся ангелом, наполняйся ангельскими энергиями и не позволяй расплескиваться им зря на чужие эмоции. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемый Арк. Был очень интересный разговор, дискуссия с вами, стержень вы уже активировали. У меня остался, если вы позволите, один дополняющий или направляющий вопрос. Мы сегодня при чистке обнаружили у нее трех интерферентов. Мне бы хотелось бы узнать, что бы вы могли бы посоветовать ей, потому что сущности ее не боялись, как они сами нам сказали. Защищать свой стержень и свою душу, как я уже сказала. Не разбрасывать эмоции свои и не допускать чужие. Это и есть твердость души. Это и есть то, что делает твой стержень более плотным, уверенным, защищенным. Работая над этим, интерференты видят твою силу, а не слабость. Благодарю. Замечательный совет. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики, возможно, вы еще не знаете, есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. В вашем разрешении, уважаемого куратора Арка, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его ответы своей подопеченной, просто на добрые воспоминания об этой встрече. Какой великолепный земной подарок, наполненный энергиями и вибрациями планеты Земля. Благодарю вас за этот подарок. Благодарим и мы вас. Передавайте, пожалуйста, в ангельском мире привет от нас с Верой. Мы будем очень рады всем кураторам, которые, как и вы, достучатся до своей подопечной. Со своей стороны мы готовы открыть двери, убрать преграды, которые мешают открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Очень приятные слова. Благодарим вас. Вторая наша привычка, это мы никогда не прощаемся, традиция. Я говорю, до скорых встреч, уважаемый куратор Арк. Возможно, на каком-то этапе развития вашей подопечной мы снова встретимся. Желаем вам всего наилучшего. До новых встреч. До новых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Илзе, мы закончили встречу с вашим куратором Арком с ангельского мира. Вы получили все ответы на свои вопросы. Я счастлива от того, что есть крылья, и от новых энергий, и от знакомства, и ответов. Я наполнена новыми чувствами и силой. Благодарю вас за это. Во благо. Желаем вам всего наилучшего в вашем развитии. Не забывайте заправляться энергиями, сбрасывать негатив и контролировать свое эмоциональное состояние. Все у вас будет хорошо. Сущности не смогут открыть эту лазейку. Будем вас возвращать. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Илзы в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Подключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...